Уважаемые трейдеры, как обычно в понедельник мы начинаем наш обзор текущей ситуации, календарь, новости, все что может повлиять на рынке на этой неделе и немного поговорим о событиях которые были на прошлой неделе. В первую очередь хотелось бы поговорить о новых максимумах по индексу, вы знаете S&P и Dow Jones побили новые рекорды, S&P достиг уже 2400, я вижу на экране 61 был максимум, сейчас 59.23, не спешите сразу называть это пузырем, больше скажу техничность или то как ходит индекс меня вообще удивляет, на самом деле все очень вполне логично, все четко. Технический анализ в данном случае так хорошо соблюдается, так хорошо работает, что я давно не видел именно такой вот ситуации. Видите, у меня трендовый канал с декабря прошлого года и мы его видели, мы его касались много-много раз, так же произошло и в этот раз, более того мы увидели линию 2400, коснулись ее линии поддержки так называемой, сначала мы ее не могли пробить, два, три, четыре раза наконец пробили, зона поддержки еще раз, третий раз и вот наконец ушли на новые максимумы. Мы уже говорили на эту тему, что 2400, если мы его пробьем вниз, это будет очень знаково, можем прокатиться до 2300. Что еще хочу сказать, сезон отчетностей начался и аналитики ожидают впервые за долгие годы, наверное за 4, нет, с 11 года, за 6 лет. Аналитики ждут такого большого разрыва между тем, что было в прошлый раз и чего ждут на этот раз, рынок еще не видел за последние 6 лет, то есть в последний раз индекс отчитался примерно 120 долларов на акцию получилась прибыль, ну не на акцию, на индекс, да, то есть если он стоит сейчас 2460, то прибыль, приходящаяся на этот индекс была равна 120 долларов. В этот раз рынок ожидает 130, то есть на 10 долларов больше. Вот этот разрыв 10 долларов, он рекордный за последние 6 лет, то есть рынки настроены оптимистично. Именно поэтому индекс волатильности, так называемый ВИК, ВИКС достиг впервые 24-летнего минимума, вот в пятницу он сильно упал, практически на 15% было снижение за неделю, по-моему. И индекс достиг уровней от 24-летней давности минимума за весь этот срок. Что еще можно сказать? У нас по нефти ничего особенного не было, восстанавливаются котировки на нефть, потому что запасы снизились. С одной стороны Ливия, Нигерия добывают огромные объемы нефти, с другой стороны запасы тоже растут, хотя лето, обычно в это время запасы снижаются. Ну вот в среду посмотрим, что будет на этот раз, а пока нефть колеблется между очень даже такими неплохими уровнями, от которых можно торговать внутридневно. Вот 43-80 было, и сейчас приближаемся к 47, и ближайшее сопротивление будет, наверное, 48. Я бы, наверное, оттуда присмотрелся к продажам при прочих равных. Конечно же, в среду посмотрим, что нам дадут запасы. Также золото, неплохой момент приближается и по золоту, мы много об этом говорили, сейчас котировки золота не коррелируют ни с чем, ни с какими глобальными индикаторами, ни с какой статистикой, поэтому остается только в моменте на технических пробоях торговать и брать небольшие тейк-профиты, потому что каких-то масштабных, объемных, сильных корреляций и трендов не наблюдается в последнее время. Фунт ушел на новые максимумы, тут оно и понятно, политический кризис рассасывается, инфляция не за горами, Банк Англии может уже даже раньше, чем ЕЦБ пойти на повышение ставки, даже может это произойдет уже в ближайшее время, фунт это все отыгрывает. 1.30 уже пробили на прошлой неделе, вот уже 1.3080. Давайте вернемся к календарю, в двух словах, сегодня вышла, кстати, статистика по ВВП Китая, оказалась чуть выше, чем ожидали, вообще последние 5 кварталов ВВП Китая не меняется, 6.7, 6.8, 6.9, хотя, наверное, вы знаете, что раньше эти цифры были очень-очень высокими, вот у меня здесь за 2012 год 9%, а в 2010-2011 было еще выше, до 12% доходило, но такая новая реальность, рынки уже смирились с тем, что Китай растет не бешеными темпами, 11-12%, там 10 минимум, а вот так вот 6.7, 6.9. Что еще у нас было? Продажи выросли 11%, промпроизводство выросло очень сильно, так что пока пузыри в Китае и ослабление экономики пока откладывается. Что у нас еще выйдет сегодня? По еврозоне будет инфляция, ну вот как раз на евро это может повлиять, базовый уровень инфляции выйдет, так называемый кор, вообще ожидает, что инфляция немного ослабнет и будет 1.3 вместо 1.4, было в прошлый раз. Что у нас еще интересного? Вторник уже давайте перейдем, индекс цен на жилье, ну, наверное, важно, если какие-то будут сильные изменения, рынки все-таки ожидают, что в Китае действительно надулся пузырь на рынке жилья, особенно вот отдельные города, вот посмотрим, что нам даст статистика, даже ожиданий здесь прогнозов нет, ну и ладно. Уровень инфляции в Великобритании достаточно важный индикатор, наверное, для Британии самый важный, Brexit, Brexit, все это прошло, все политические разногласия уже в цене, все учтено, а вот инфляция, она как раз как свежий индикатор того, что может сделать Банк Англии, такая лакмусовая бумага, которая будет точно отражать, максимально точно будет отражать то, что сделает Банк Англии на уже ближайших заседаниях рынке, не ждут изменений 2.9. Если будет выше 3, то ждем роста фунта уже до 1.31-1.32, а все, что ниже прогноза 2.7-2.6, наверное, ослабит немного фунт. Тут еще и вишка в том, что Банк Англии уже заложил эти цены, то есть 2.8-2.9, помню, даже 2.7 цифра была, которую они ждали, вот 2.9 не скажу, а вот 2.7-2.8 уже было в отчете Банка Англии, я видел эту цифру, может быть, в марте или в апреле это было, они говорили, что инфляция краткосрочно может достигнуть такого уровня, и они готовы к этому, так что не спешите сразу закладываться так сильно в рост фунта. Но он уже вырос, собственно, рынок понимает, что Банку Англии деваться некуда, ведь вы знаете, целевой уровень именно 2%, а не 3, а тут уже почти 3. Так, маловажные новости пропускаем, я даже думаю, индекс Z и W экономических настроений в Германии тоже сейчас не столь важен. Да, индекс цен на импорт, на экспорт, тут у нас значимость низкая, да, в календаре указана, но, наверное, это сейчас важно, потому что это отражает инфляцию, и ФРС, так же, как и Банк Англии, пристально наблюдает, следит за инфляцией. Среда, наверное, можно тут абсолютно все пропустить, и Jobless Climbs, так называемый, нет, это в четверг, что на среду, а строительство новых домов, рынок недвижимости, хотя и в последнее время показывает такую волатильность, в прошлый раз цифры очень сильно упали, ну вот как раз средняя значимость, она указана вполне верно, справедливо. Ну и, конечно же, у нас будет отчет по нефти, запас сырой нефти, в прошлый раз было минус 7,5, достаточно сильное снижение, и важнее, чем этот индикатор сейчас точно ничего нет, ОПЕК еще не скоро, в ноябре соберутся. Вкратце о факторах, ОПЕК качает, точнее, ОПЕК снизил квоты больше, чем мог, но, с другой стороны, страны, которые не подвержены квотам, на них не наложили квоты, качают столько, сколько могут, и, как бы, все коту под хвост получается. И американцы тоже не стоят в стороне каждую неделю, давайте посмотрим, что было на этой неделе, часто спрашивают, где смотреть, я все время показываю, и покажу и в этот раз, Бейкер & Huge, только не переходите на новый сайт-страницы, вот здесь предлагают вам, ну или я не привык с нового сайта смотреть, вот открываю нижний индикатор, нажимаю North America Recount, и вот здесь в PDF выходит отчет, сейчас он откроется, что было у нас на прошлой неделе, 765 вышек у нас, на две вышки выросло количество буровых, и в Канаде выросло на одну вышку, газовые сразу 15 вышек прибавилось в Канаде, рекорд, 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 765 это даже больше, чем, это в два раза больше, чем в прошлом году было, год назад, 408 вышек прибавили, так что вот вам основная причина, по которой цены на нефть не спешат, не то что обновлять новые максимумы, вообще сколь-нибудь сильно расти, это была среда, четверг, решение Банка Японии по процентной ставке, мало кого может заинтересовать, и мало там интриг ожидается, давайте лучше посмотрим, вот ЕЦБ, вот это очень важно, ЕЦБ, тут даже важна опять же не сама ставка, опять же интриги никакой нет, а вот то, что будет говорить в Трише, очень-очень важно, важность этой пресс-конференции, наверное, как никогда, в прошлый раз он успокоил рынки, что никакого сильного, никакого роста ставок, или какой-то истребиный политики ЕЦБ не ожидается, но рынки не успокоились, вы видите евро на новых максимумах, и на прошлой неделе евро рос против доллара, скорее всего это связано с проблемами уже самого доллара, всякие интриги в Белом доме, скандалы, вот посмотрим, что скажет Марио Драги на этот раз, будет ли до конца года какое-либо вообще изменение, это отчасти зависит также от инфляции в еврозоне, ну и наконец пятница, не вижу ничего интересного в пятницу, ну вот разве что Бейкер и Юж Буровые, что нас ждет, вообще у нас приближается заседание ЕФРС, 21 июля или 26 июля, давайте посмотрим, осталось совсем немного, вот здесь на сайте CME, мы можем даже посмотреть, что ждет рынок, что ожидают трейдеры, инвесторы, спекулянты от, они каждый год меняют дизайн, уже не знаешь где искать, но вот заходим в трейдинг, инструмент и product group, interest rates, и здесь будет вот такая вот FedWatch, да, вот СМИ FedWatch, откроется окно с графиком, вот здесь показывают 26 июля, не 26, не 21, 26 июля, рынки ожидают сохранение ставки с вероятностью почти 97%, на 20 сентября тоже похожая ситуация, 91%, и конец года могу показать 13 декабря, 51%, то есть 50 на 50 до конца года будет повышена ставка еще один раз, мы помним ставка повышена была вот в последний раз на заседании, в марте была повышена 15 марта, и одно повышение ждет нас 13 числа, 13 декабря с вероятностью 50%, то есть интриги нет, сейчас ФРС мало что может изменить, вот почему я считаю, что ЕЦБ и Марио Драги могут больше внести интриги, могут больше удивить рынки, чем, собственно, сам ФРС, но тем не менее 26 число не за горами, рынки будут потихонечку закладываться в эту, возможно, повышенную волатильность, и вам предлагаю быть осторожными, как вы знаете, на слухах покупают, на новостях продают. Что интересного из новостей у нас, из инструментов, что интересного, от Дисней, я помню, приближался к каким-то уровням, коррекции, рынки на новых максимумах, а акции Дисней так и не смогли вырасти, бумага достаточно интересная, хотя немного переоцененная. У нас тут зависло, у нас тут еще что-то было, да, Microsoft. Посмотрите, как технично ходит, это daily, daily graphic, новый максимум побили, и аккурат, от ровно от той линии, 9 часов, которой следовали мы, развернулись и коснулись вот верхнего уровня. Если мы сейчас пробьем, то, наверное, этот уровень будет служить поддержкой. Кстати, очень часто такие фигуры неплохо работают, ну и развороте можно будет шортить, но будьте осторожны, рынки сейчас на таком оптимизме, что слово шорт немножко выглядит даже уже страшно. Чего нельзя сказать о Тесле, вы видели сильный обвал, опять же, рынки восстанавливаются, до отчетности осталось еще немало времени, по-моему, 13 августа Тесла будет отчитываться, и вообще сейчас сезон отчетности, я бы обратил ваше внимание на акции CFD, которые в терминале, есть календарь, отчетности можно отслеживать, когда какая бумага отчитывается, и закладываться на то, что сезон отчетности будет хорошим, и просто вставать в лонг. У меня все, желаю всем хорошей недели, профитов, ставьте стоп-лоссы, будьте осторожны, желаю всем закрытия эту неделю в плюс. Всем спасибо. Спасибо.